Сегодняшний разговор о поселке Нежный. Мы начнем с вопроса о мужественности и силе характера. Знаете почему? Ну, потому что в тот момент, когда мы только начинали реалити-шоу, честно говоря, надо было иметь и запас мужества, и силу характера, чтобы поверить строителям и приехать сюда. Но, тем не менее, сегодня, сейчас, вот за моей спиной, допустим, вы можете видеть плоды труда. И, конечно, у поселка Нежный несколько лиц. Это и процесс стройки, но это и законченное строительство. С замечательным свежим асфальтом, посаженными зелеными насаждениями и вот такими классными домами. Магнитогорская Швейцария – это не только радужные и хуторки, и банные, и абзаква. Последние – это вообще билибердень неспецифичные. И места мало, и инфраструктуры нету, и канализация не тянет, и что людей туда тянет – непонятно. Когда под боком с западной части города вот такая красотища строится. Конечно, до стопроцентной идеальной подгонки под евро еще работать и работать, и это уже удел хозяев и возможность реализовать собственные фантазии на своих 12, 6 и 8 сотках. Но кое-кто из жильцов это уже сделал. Что касается внутренней отделки интерьера, это сейчас при обилии материалов недорогих и качественных – тоже не проблема. И это не капитальный ремонт Ленинского района, эквивалентный половине стоимости квартиры. Вот так со вкусом обустраиваются индивидуально под себя и двухэтажные коттеджи, и одноэтажные. И вернемся к вопросам озвученным. Да, сейчас-то красиво, а будет еще красивее. Но три года назад всего этого не было. Но люди шли, хотя и с опаской, и это понятно. Сколько раз за новейшую историю России жилищная проблема становилась проблемой жизни? Ну, страшно, конечно, было. То есть, в общем, в принципе, не очень были готовы. Это я вот сейчас оценила, что это было вообще трудно, неожиданно. Ну, мы справились, все получилось. Вот, вот, ну, получается, во всяком случае. То есть, вот, вот земля, вот нагрузили, посмотрите, сколько. Сейчас буду учиться раздравнивать, что-то сажать, что-то пробовать. Вон, кустики посадила. Первый раз в жизни. Сильно отличается вообще вот то, что вы увидели в доме, вот, в вашем, в новом, от того, что, ну, мы обычно привыкли видеть в квартирах. Вы знаете, вот я так думаю, что это квартира в саду. Вот спросите у любого, вот, допустим, вот, живет в доме, да, хочет, чтобы твоя квартира выходила не в подъезд, а в сад. Вот спросите, что вам ответят. Вот как вы думаете? Я думаю, что согласятся все. Вот, это та же квартира. Да, вот, сделали балкон. Та же квартира, только с выходом в сад. И причем, знаете, до гаража там два метра. Хочешь, чтобы ты вышел из квартиры, и твой гараж. Вот банька будет, кстати. Восемь соток немало? Ой, да. Посмотрите, куда мне их, мне шесть немало было бы. Ну, планируется, я так понимаю, сад еще, да? Сад обязательно. Сад будет. Деревья, сад и все. Никаких огурцов, помидоров. Помидоры, я понимаю, что в магазине. В магазине, да. И ни теплиц не будет, нет, не хочется. Может быть, даже дизайнеров каких-нибудь там пригласим, чтобы немножко... В общем, сад, конечно, конкретно, чтобы... Сады Семирамиды или просто горка? Ну, горка и... Ну, не знаю, можно и так. Это, конечно, нравится, что руководство поселка Нежный не ограничивает вас в фантазии обустройства собственного участка. Но давайте проанализируем необходимость бани 10 на 10 или гаража еще на 10. Если в планах ваших не стоит вооружение грандиозного замка или семейного имения, аналогичного по стоимости работ с приобретением дома, то зачем это делать? Зачем? Картофель садить вы не будете, так же, как и помидоры с огурцами. Все это продается круглый год и в свежем виде. А для гаража и для места отдыха, и для баньки вполне хватит и шести соток, которые, если вспомнить годы минувшие, с успехом прокармливали и не одну семью. В общем, экспериментировать вам. Мы же провели собственный эксперимент. Ну что ж, когда мы начинали реалити-шоу, мы придумывали различные эксперименты и проводили, соответственно, тесты. Сегодня давайте тоже повторим, немножко перемотнем, точнее, перемотаем машину времени назад. И вот сегодняшний тест. Нового асфальтового покрытия, поселка Нежный. И вот на протяжении всего этого времени, когда я вам буду рассказывать о качестве этого покрытия, вы можете посмотреть, что камера не шелохнется. А на моем фоне, ну, на заднем фоне, эти новые дома. Сейчас они уже практически в состоянии полной готовности. И в некоторых из них живут серьезные и мною уважаемые люди. Как то. А вот теперь разговаривать не буду про это. Потому что, ну, есть у нас одно предприятие такое. И вот если работники этого предприятия имеют себе возможность купить дома не хуже, чем в радужном ухуторках, это все-таки является показателем. Ну, вот мы, собственно говоря, и закончили. И приехали, и проехали по одометру. Примерно 400 с небольшим метров. Что-то еще вам доказывать надо? И это темпы, с которыми будет построено все асфальтовое покрытие. То есть к концу года можно будет гонять по всему поселку. Вот так вот. Ну, не гонять, конечно. А плавно, степенно передвигаться, смотря в окно и здороваясь не менее счастливыми соседями. Которые живут в комфорте, тишине и безопасности. Потому как, и это правильно, вся территория храняется и освещена, что особо замечаешь заходящего на посадку самолета. И видишь, вот он поселок Нежный, который развивается стремительными темпами качественного жилья. И к разговору о 6, 8 или 12 сотках. И во в том, что все здесь, в поселке Нежный, зависит исключительно от вашего желания. И при желании вы можете, пожалуйста, сделать и дополнительные 100 квадратных метров вместе с гаражом. Вы можете при желании сделать себе экологический уголок. Потому что есть сейчас и технологии озеленения, и ландшафтный дизайн, вышеозвученный. Вы можете, да вы можете просто ничего не делать и сделать себе волейбольную площадку. И это тоже возможно. И даже в том варианте, если вы купили себе таунхаус.